Приветствую вас в новом видео о вертикальной ловле Сама. Здесь не типичная река для вертикальной ловли Сама. Мы сейчас посмотрим реку. Здесь мелко, но есть канавы. Актуально уровень реки высокий, несет много мусора. Всего 10 градусов температура воды. Температура упала с 16 на 10 градусов. Удочка Belly Stick. Плетенка Hulkline 0,4 миллиметра. Этого вполне хватает. Наша новая катушка VR5. Мульт для вертикальной ловли. Ловить надо у дна и там провоцировать Сама на поклевку. Нервировать его вот этой приманкой Vertical Jig. Поводок. Длина примерно 80 сантиметров. Здесь находится вертлюжок. 70-80 сантиметров монолески. Всегда надо проверять на истирание. Этот поводок можно еще применять. В общем 1 миллиметр моно. Потом зажата гильзой. Застежка Twist Lock. Почему я применяю Vertical Jig на 140 грамм? Здесь очень мощное течение. И нужно следить, чтобы приманка оставалась под лодкой и также попадала в луч нашего эхолота. Так у нас все будет под контролем. В большинстве случаев Сама, в которых мы ловим, мы их и видим на эхолоте. Приманку мы ведем возле дна. Например, если вот это вот дно. И часто мы видим сомов, которых мы встревожили. Они поднимаются минимально наверх и следуют приманке. И иногда ее атакируют. Здесь сильно крутит воду. Выше полметра глубина и резко падает на 10. И так продолжается дальше. Даже это видно вот так. Много пены, потому что вода немножко высокая. Так мы и будем дрейфовать. Мы дрейфуем над глубокой водой, где лежат самы. Также мы обловим более спокойные участки. Но для начала мы обловим вот эту границу с течением. Открываем катушку и приманка может опускаться вниз. И эхолот я настраиваю так, чтобы видеть свою приманку. Когда много водоворотов и мусора в воде, не всегда это так видно. Приманка опустилась. Я это почувствовал. Фрикцион настраиваем так, чтобы сон не совсем легко мог брать шнур. Во время вываживания можно еще настроиться. Лодка не совсем идеальная для этого. Маленькая и немощный мотор. Но такая рыбалка все равно функционирует. Не обязательно для этого иметь огромный катер, чтобы ловить вертикально самов. Иногда маленькие, незаметные лодки – лучший выбор. 6 метров постоянно наблюдаем за эхолотом. Опять ветер. Ветер, конечно, это враг любого рыбака-вертикальщика. Я думаю нам надо отъехать. Если вы потеряли контакт, спокойно можно заново проделать все. Рыба-рыба подымается. Они здесь, эти парни. Вот он, кабан. Очень странно. В момент он повис или… Да, как-то при подъеме он немножко подвис. Очень интересно. Две холостых поклевки подряд. Очень осторожные поклевки. После двух холостых поклевок я немножечко подтачиваю крючок. Иногда, когда крючки затупляются, то случаются такие холостые поклевки. Неудивительно, когда приманка то и дело волочится по дну. Надо немножко подточить. Крючки опять острые. Мы сейчас поднимемся вверх и начнем с того же места. Постараемся сегодня вечером поймать еще одну рыбу. Последний дрифт на сегодня. После этого нам, к сожалению, нужно домой. Я надеюсь, что еще что-то поймаем. Сделай все отлично, коллега. Да, при последнем дрифте. Или это зацеп? Нет, это не зацеп. Это не зацеп. Это хороший сон. Это действительно хороший. Да, да. Последний проход. Идет. Круто. Это крупный кабан. Интересно, куда он нас тянет. Старик. Это бомба. Старик. Его никуда здесь положить. На последнем проходе. Весь день ничего. что-то он там делает надеюсь он не затянет нас в коряги он тянет нос на течение я не могу сильно форсировать 0 4 миллиметра шнур везде есть границы у сама есть power до сон силен я не могу сильно форсировать Субтитры создавал DimaTorzok Старина! Появилась голова. Прекрасно! Круто! Какая мощная рыба! 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 Ну, это по-любому! Если мы не заслужили этот аппарат... Круто! Он вмещается? Самое главное, мы его поймали. Я бы сказал, в нем около двух метров. Ну, не будем долго с ним возиться. Нам скоро плыть наверх. Я же сказал, последний дрифт! Как это круто на последнем проходе! Мега вываживание! Я очень счастлив! Сейчас к берегу. Отпустим его и надо быстро паковать вещи. Нам уже пора домой. Это очень круто! Так что, парни, имейте с собой вертикальную удочку, вертикал джик. И если ничего не клюет, то всегда можно попробовать вертикально порыбачить. И если вы будете продолжать в том же духе, то обязательно что-то поймаете. Я очень рад и желаю вам всего хорошего. И до следующего видео. Переведено и озвучено Виталием Дальке.